Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, начиная новый влог. И в самом начале этого влога хочу ответить на популярный вопрос по поводу моих ногтей. Да, мне сейчас очень нравится ходить с длинными ногтями, и обрезать я их не собираюсь. И вообще это ногти. Ну, то есть, я же синие татуировку на лбу набила, правильно? Надо есть. И когда мне, ну, перестанет мне нравиться вот с такими ходить ногтями, или длиннее, как я в последнее время делала, я их уберу, и ничего здесь страшного нет. Потом отращу снова и так далее. Меня спрашивают, мои это ногти или я наращиваю. Я делаю маникюр себе сама. Наращивать я не умею ногти. То есть, ну, мне кажется, научиться можно, посмотреть всякие видео и так, да, и тому подобное. На ютубе в том числе. Но я никогда не пробовала и, в общем, не умею наращивать ногти. Единственное, что я делаю, чтобы отрастить ногти, давайте так, они у меня от природы крепкие. То есть, даже когда я, мне там было лет 18-20, я спокойно могла отрастить длину, как сейчас, и больше. Просто за счет того, что я их, ну, как бы красила, да. Вот. Сейчас я укрепляю ногти. Если вы ходите, маникюр делаете в салоне, я думаю, вы можете просто у своего мастера сказать, что вы хотите укрепить ногти, и он вам сделает все, что нужно, ну, для того, чтобы их отрастить. Он вам сделает, в общем, все, что нужно. Дома я укрепляю ногти. Я, мне кажется, уже показывала в каком-то из видео. Ну, в общем, у меня вот такие средства. Есть, наверное, замена. Я покупаю их в торговом центре, там, где я покупаю все лайки и тому подобное. Я просто пришла, мне девушка посоветовала. То есть, я спросила, сказала, что хочу укрепить ногти, чтобы они не ломались. И она мне посоветовала вот эти средства. Вот так вот они называются. Вот так вот, видите? Я ссылку оставлять, ну, я не знаю, на что оставлять ссылку. Вот. Это у меня, получается, конструирующая жидкость, предназначена для легкого, равномерного распределения материала и ногтей по пластине. Жидкость не является мономером и не влияет на полимеризацию. То есть, это такая жидкость, ну, типа обезжиривателя, наверное, что-то в этом духе, подготавливающая ногтевую пластинку. Я вот уже второй раз, кстати, второй или третий покупаю подобные средства. И вот такой гель для, написано, система для моделирования ногтей. Тоже этой марки. Вот такая вот. Я не знаю, как оставить ссылку, но поищу. Если найду, оставлю. В общем, нужен гель для моделирования ногтей. Им вы сделаете себе ноготь потолще. Сделаете вот, если вы любите там арочку, да, вот это называется правильно там. В общем, сделаете все, что нужно. Это такой прозрачный гель. Его я выдавливаю совсем-совсем. Вот он, видите, такой прям густой-густой-густой. Выдавливаю совсем-совсем чуть-чуть. Смачиваю кисточку немножечко в этом обезжиривателе. И просто вот так вот распределяю по ногтю, делая то, что мне нужно. Хочу там арочку, хочу где-то здесь исправить какую-то неровность и так далее полностью. Сушу и потом опиливаю обычной пилочкой. То есть там, где у меня возникли какие-то неровности, я просто вот обычной, самой простой пилкой, какой у вас есть, я обычно вот этой стороной, которая 180. Ну, тогда получается ровнее. Шлифую. Но все равно в итоге я потом уже, когда все сделала, накрасила, смотрю, что мне здесь не нравится, здесь не нравится. И, в общем, пытаюсь довести до идеала. Вот. В этот раз я вот тут подкосячила тоже, конечно же. Вот. А потом просто я вот, ну, добавляю чуть-чуть вот сюда, когда ноготь отрастает на основании ногтя, да. И опять же все подпиливаю хорошенечко. И все. И потом наношу базу. Базу я тоже все время покупаю каучуковую. Базу под гель-лак. Ну, и, соответственно, гель-лаки, они тоже у меня такие достаточно густые. Я нанесла, сделала вот дизайн какой захотела. Какой смогла, я бы так сказала. Вот. И все, высушила. И вот таким образом у меня получаются свои длинные ногти. Я думаю, что вы тоже сможете так сделать. Посмотрите. Есть куча обучающих видео на YouTube, где именно мастера рассказывают. Просто я не мастер, никогда не училась. Я не смогу правильно вам рассказать. Не только на YouTube, но много где можно посмотреть, как укрепить ногти. То есть не сделать... То есть сделать их более толстыми, чтобы они не ломались. Вот. Так что... Все. Я надеюсь, я ответила на вопрос по поводу ногтей. Так. Еще вам хочу рассказать. Я вам говорила, что у меня уже весна. На самом деле, очень хочется весну. У нас тем более такая погода то плюс, то минус. И кажется, что вот-вот-вот-вот уже готова весна. Вы знаете, кстати, что я люблю заниматься спортом дома. И в этот раз я решила все-таки купить себе подписку, чтобы себя мотивировать этот раз. А во-вторых, чтобы заниматься все-таки правильно с человеком, который, ну, разбирается в этом. Я купила себе безлимитную подписку на платформу FitStart, что и вам тоже очень советую. Потому что на этой платформе получается очень много бонусов. Можно заниматься... Касперюша мой пришел. Можно заниматься тогда, когда вам это удобно. Буквально от 7 до 30 минут тренировки. И это супер. Можно взять курс по похудению. Можно взять просто для, так сказать, тонуса. Я занимаюсь именно для того, чтобы тело было в тонусе. Ну, еще, конечно же, мне очень хочется убрать мой животик, что у меня не получается. Вот. Но я думаю, что у меня все впереди. И к лету я буду красивой и стройной. Я оформила безлимитную подписку и вам, конечно же, советую. Сейчас тренируюсь и мне очень-очень нравится. Также по моему промокоду будет скидка 70% на безлимит всего за 6,990. Вот. Так что советую. Это получается дешевле, чем абонемент в спортзале. Вот. Также есть различные программы. По 100 программ. Это похудение, растяжка, зарядки, йога, зумба, пилатес и многое другое. Все эти программы подходят также для новичков. Можете тренироваться от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования. Также в подписке вам будут доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела, ухода за собой. Есть раздел с рецептами. Рецепты, кстати, очень интересные. Я прям рекомендую. Посмотрела. Мне многие рецепты здесь понравились. Действительно, очень интересные. Ну и вот различные, как я сказала, уже курсы, которые вы можете пройти по различным направлениям. Это тоже очень здорово. Здоровая осанка, например, мне точно пригодится. Ну и немножечко занятий со мной. На самом деле кажется, что упражнения легкие, но прям чувствуется, что тренируется все тело. Вот. И до 31 января сейчас проходит акция. Можно поучаствовать в беспроигрышном розыгрыше набора здорового питания на целый месяц от Leaf Kitchen и других приятных бонусов. Такого у них еще не было. Так что рекомендую. Занимаюсь я ежедневно. И вы знаете, после первого, конечно, прям ощущалось. Показала вам немножко свои тренировки. Не судите меня строго. Я в начале пути, я вообще такая, знаете, ну вот уже чем больше занимаюсь, тем больше понимаю, что я уже, как бы, знаете, такая более гибкая, более такая. Потом обязательно возьму себе, хочу взять курс на ягодицы. Там есть такой на тренировку этой части. Мне кажется, это как раз будет самое то к лету, девочки. Так что безлимитную подписку я всем очень-очень советую. Также обязательно поучаствуйте в розыгрыше наборов и промо-код и ссылку я вам оставлю под этим видео. Ну а я сейчас мне надо пойти погулять с моей боночкой. Она уже у меня там стонет. Ну тут за боняши гуляем. Давно я тоже не снимала наши прогулки. Она у меня в этом, в жилеточке тепленькой. У нас сейчас минус пять на улице. Так, одеваю жилетку и только тогда, когда минус. Да, Бонте, тепло? Что там, кого ты там увидел? Да, такой, когда минус пять, думаю, хорош. Надеваю я эту жилеточку и хорошо тепло. Она хорошо гуляет. Прямо с удовольствием. Джузсинка с нами не идет. Вот. У нас тут домики строятся новые. Красивые. Красивые будут домики. Вот. Мы гуляем. Кстати, спрашивали, да, меня про вот эту жилетку. Очень она нравится. Я ее стирала несколько раз. Липучки до сих пор работают. Единственное, что она с набок немножко, видите, с другой стороны, длиннее она. Ну, ничего страшного. Ей удобно. Она никаких. Куда ты пошла? Этих. Ну, по ней я вижу, что удобно. Она ходит нормально, видите. А так она в минус, в минусовую погоду обычно, знаете, так вдоль дорожки бежит и быстренько домой, холодно, потому что потом на теплый пол ложится. А когда вот такую жилеточку одеваю, она нормально, спокойно, медленно идет себе. У нас тут вон льда. Сколько? У нас была плюсовая температура, даже до плюс пяти было. Сейчас минус пять. На Босянечка. Сейчас мы с ней гуляем. Ну, мы сейчас не рано с утра выходим, потому что рано с утра темно. Выходим там в одиннадцать, двенадцать. Да? Бося. Гуляем. Иногда и днем. Очень по-разному. Так получается, когда дождь, так не идем гулять. Вот он елочки такие красивые еще посадили. Прикольно. Вот. Бон их все время нюхает. Так что вот такая вот у нас история. Нравится гулять. А Джуси не хочет, она прячется у меня. Не хочет ходить гулять. В основном за Бонной гуляю. Иногда Джуси уберу, когда нахожу. Так. Елочки он красивый. Бонна, пошли. Хватит там. Бонна. Вот она все время так мы с ней гуляем. Зависнет. Все. Ей надо каждую веточку обнюхать. Да, Бонна? Вот видите, с одной стороны она получается длиннее, потому что на бок идет. Но это потому что нестандартная. И плюс я еще ей чуть больше размер купила, чем нужно. Вот. Ну, чтобы комфортно было. Мне кажется, так комфортно. Да, Бонна, тебе комфортно? Вот так вот она ходит. Деловая женщина у нас. Такая. Так у нас, видите, пасмурно. Вот. Солнышка нет. Для нас это редкость, солнышко. В общем, пойдем. Пойдем уже домой. Да, Бонна? Пойдем домой? Лапки-то все равно мерзнут, наверное. Нет? Нормально? В общем, идем. Хочу вам, девочки, еще показать. Несмотря на то, что пасмурно и, наверное, плохо видно. Но все же. Смотрите, какой у меня цветок. Ой, сейчас, подождите. Свет включу. Так все равно тоже плохо видно. Но все же. Смотрите, какой у меня клевый цветок. Слушайте, название я подпишу, кому интересно, под этим видео. Потому что... Ну, короче, я его не помню. Вот. Это я почитала. Это кактус. Увидела, купила вобби. Увидела его еще до Нового года. Но что-то не взяла. Вот. И решила. Решила в этот раз. Ну, в общем, заходила там вобби. И решила. Смотрите, какая у него прелесть. Он похож на декабриста. Но это не декабрист. Это из семейства кактусовых. Кактусовых, правильно? Я сказала, вообще или нет. В общем, это кактус. Но это не пустынный, а типа какой-то лесной кактус. Который тоже нужно редко поливать. Ну, почаще, чем обычные кактусы. И часто, в общем, нужно ему вот эту вот штуку опрыскивать. Господи, что у меня с речью. Вот. Смотрите, какая прелесть. Мальчишки мои сказали, что это все дело похоже на волосы. Ну, в этом что-то есть, правда? Смотрите, какой он прелестный. Он не любит яркого света. Я почитала. И поэтому я решила вот так вот сюда повесить. И очень даже симпатично выглядит. Как вы считаете? Смотрите. Прикольно. Надо еще похожий вот сюда и вот сюда. И будет вообще круто. Единственное, что так плохо видно на камеру. Вот. Ну, у нас, как я уже сказала, у нас все время пасмурно. Поэтому. Ну, прикольно. Он прикольно тут смотрится. Тут, правда, уже розетки всякие. Вот. Но мне очень нравится. Так что у меня новенький житель дома. Он просто обалденный. Вот эти его волосы, как говорят мои дети, просто прикольные. Смотрите, какой подвесной такой. Ну, это я в обе все купила. Сразу подвесной такой горшочек. Обычный такой пластиковый. Вот. Ну, как это? Кашпо. Нет, не кашпо. Ну, в общем, кашпо вместе с горшком внутри. Вот. Пересадила его. В общем, вот такой вот у меня. Вот такая прелесть. Единственное, что он зимой должен жить в прохладном месте. Ну, не знаю. У меня такого места в доме нет. Ну, посмотрим. В общем, посмотрим, как приживется. Здесь вот у него такая штука. Вот. А еще пишет, что он очень быстро разрастается. Вот. Ну, он и так такой немаленький цветочек. В общем, он у меня живет где-то неделю. Может быть, даже чуть больше. Ну, классный. Мне он так нравится, девочки. Вообще, вы себе не представляете. Один из моих любимцев теперь. Ну, мне всегда. Я покупаю новый цветок. И всегда он мне очень-очень нравится. Потом покупаю новый мне. Ну, я все цветы свои люблю. Но этот вообще. Прям очень необычный. Я бы так сказала. Хочу, в общем, подобное еще вот сюда повесить. И сюда повесить. И будет у меня такая красота. Меня спрашивают много про кошку. Зовут ее Гуня. Ей 15 лет. Вообще, изначально это кошка моей сестры. Ее взяла моя сестра 15 лет тому назад. Но кошка это достаточно такая своенравная. Она у нас стерилизованная. Вот видите, как я начинаю снимать. Все сразу прибегают. Думают, что ж такое. Что ж мама тут Гуню трогает. Она меня не любит. Это кошка. Вот так вот она выглядит во всей красе. Просили меня показать. Вот. Она получается у нас самая старушка. Своенравная она в каком плане? Она ходит в туалет, так сказать, только на улицу. И если вы живете в квартире, то, соответственно, лоток это не ее конек. Поэтому она живет с нами. И с нами ей очень комфортно. Никаких промахов в плане туалета у нас не было. Она выходит. Единственное, что она... Ну, тут еще этих двоих. Они, как всегда. У них ничего не меняется. Вот. Насчет кошки Гуни. В морозы бывает, когда на улице сильный мороз. У нас бывает дома аварии. Но аварии в каком плане? Она решила, что ее лотком будет совок. Девочки, если я его не спрятала, она может сходить туда. Вот. Никакие наполнители, без наполнителей, антигодины там и так далее. Ничего не помогает. Ни хлорки, ничего. И вот такая вот кошка. Меня она не любит, потому что я ее... То всякие капли от паразитов всяких, то таблеточки всякие от паразитов. То намою ее, то еще что-нибудь, то какие-нибудь култуны и там повычесываю. И поэтому она как-то вот так ко мне относится. Не знаю. К мужу моему она... Ну, вообще она такая, знаете, все-таки 15 лет. И она постоянно где-то лежит, спит. И я стараюсь ее не тревожить. Потому что, как вы видите, сразу вся вот эта вот бандитская компания, которую вы сейчас видите, она вся сразу же прибегает. И что мама там делает, без них это не положено. Они вообще всегда должны быть... Я, точнее, должна быть у них всегда под присмотром. Ну, вечерние, утренние игрища у нас никуда не даются. Они так и остаются. Постоянно треплют друг друга. Вот эти два товарища. Вообще вот эта троица, они еще Бона. Они постоянно вокруг меня. Бона просто сейчас вечером спит. Это я снимаю кадры, которые я снимала в вечерних игрищах. Вот. Бона не участвует в этом во всем. Вот. Но я постоянно в окружении вот этой вот троицы. Я еще хочу показать вам кадры. Смотрите, как кот сидит. Он очень часто сидит в таком положении. Я не знаю. Дети мои говорят, что кот ломается в это время. Вот так вот он себе моет брюшко, лапки задние, хвостик. В общем, я не знаю. Это какой-то кошмар. А еще он очень длинный. Мы его тут измеряли. Он от макушки до конца хвостика метр. Вот. Ну и раз такая у меня история, покажу всех сегодня животных. Бона была на прогулке. Это, конечно же, самый-самый сладенький хвостатый в нашем доме. Касперюша, которому 13 лет. И у которого тоже есть свои особенности. Он не любит, когда его гладят. Точнее, только под его настроение. Вы можете взять его на руки и погладить. Если он этого не хочет, то он сделает все, чтобы этого не было. Даже может укусить. Вот такой вот он своенравный тоже мужчина. И вообще он не любит шум. Он не любит вообще компанию. Он любит одиночество. Ну, максимум, чтобы рядом с ним один человек находился, который он может позволить погладить себя. Ну, не сильно долго и не сильно много. Вот такой вот он тоже бандит у меня. Вот. В общем, на сегодня он такой мимимишный, касперюшный. Зовут его Каспер. Как привидение, да. Вот, ноте я на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Познакомила вас со всеми своими хвостиками. Для новых моих зрителей. Я думаю, что вам это будет интересно. Всех люблю, целую. И до новых встреч. До новых встреч.